Раньше они встречались на полях окружного и всероссийского конкурса, теперь в виртуальном пространстве. Участники управленческого испытания, лидеры России и наставник конкурса губернатор Дмитрий Азаров продолжают совместную работу. Формат изменился и повестка на злобу дня. Лидеры делятся опытом выхода из кризисных ситуаций. Это особенно актуально сейчас, когда Самарская область из-за COVID-19 вместе со всей страной вынуждена перестроить работу во всех сферах. Вот если у вас, коллеги, было чуть больше времени на рефлексии, то у большинства чиновников его не было, поскольку пока люди находились на самоизоляции, поверьте, что абсолютное большинство чиновников работало, ну если не 24 на 7, то 18 на 7 точно. Чуть-чуть со стороны посмотреть, не всегда на ситуацию, времени хватало. Участники представили свое видение, какие изменения произошли в различных сферах за последние месяцы и какие решения необходимо принимать властям и бизнес-сообществу. Победитель специализации финансы и технологии Александр Свистунов предложил целый комплекс мер по поддержке IT-отрасли в регионе, создание так называемой IT-теплицы. В первую очередь мы должны пойти не по пути грантов, снижения налогов и так далее, мы должны пойти по пути продвижения решений, которые есть в Самарской области. Участники совещания отметили существенная мера для привлечения и закрепления кадров – льготная ипотека для IT-шников. Она была внедрена с этого года по поручению Дмитрия Азарова. О своем опыте работы на удаленке рассказал и полуфиналист третьего сезона директора образовательного центра в Южном городе Владимир Кельдюшкин. Особенно остро для ряда семей стояла проблема нехватки техники. Также Владимир Кельдюшкин попросил главу региона рассмотреть вопрос очных консультаций по ЕГЭ. Сейчас большинство школьников на каникулах, но педагоги продолжают готовить выпускников к экзаменам дистанционно. Возможно ли разрешить детям посещать учреждения? Дмитрий Азаров подчеркнул, что подобные решения принимаются только на основе педантичного анализа ситуации. Этот вопрос рассмотрят в понедельник на заседании оперативного штаба. Анна Ивахина, Алексей Вельмискин. Новости губернии. Мы видим, что мы больше выделяем времени.